привет ты на канале второй ангел планет и у меня для тебя расклад он называется стоит ли разводиться расклад конечно же затронет сферу денег сферу отношений сферу того чего вы получите при разводе что приобретете и что потеряете расклад будет проходить на трех колодах расклад будет проходить на оракуле полной луны на это номер один до выбирайте себе сейчас колоду на 2 безумные луны номер два и номер три на втором колесо года и так номер один давайте начнем да ты пока поставь лайк подпишись и не забудьте оставить комментарий какой номер расклада ты выбрал или выбрала подпишись что меня не потерять посмотрим что у нас по поводу развода стоит ли вам разводиться номер один оракуле полной луны давай настроены ли вы на развод да вот давайте посмотрим кто к верен да так как вы сейчас загадываете задаете этот вопрос давайте посмотрим на стройности на развод до вулкан страстей взрывы пошли пошли уже необратимые какие-то моменты настроенного состояния на развод у человека и настроен ли ваш партнер на развод смотрим партнеры партнерша нет не настроены да то есть женщина или мужчина находится в рутинной бытовой сфере в рутинном состоянии бытовуха тут она загибает тут вообще не до развода конечно у партнера не хочет пока да тут ну как есть так есть да и давайте посмотрим что же вас в разводе разъединяет очень много трудностей надо преодолевать один из партнеров как может преодолевает а другой уже не хочет преодолевать поэтому сносит просто от этих трудностей как показывает практика проще уйти проще уйти от этих трудностей в сторону и эти вопросы они сами собой или отпадут или решаться или в конце концов не надо будет их решать это вопрос конечно же и к вам и к вашему партнеру это вопрос к верен ту кто сейчас смотрит меня и загадывает задает этот вопрос что вы не хотите решать, куда вы не хотите идти, в какую зону, в какую сферу вы не хотите идти, где вы не хотите проявляться, где вы не хотите решать эти вопросы, потому что решать их так или иначе все равно придется, потому что если их сейчас тут не решите, то в процессе развода или после развода есть вероятность, что там что-то будете еще дорешивать или решать что-то другое, более усугубляющее, чем вот эти трудности, которые сейчас у вас имеются. Давайте посмотрим, что же вас объединяет. Ну, сейчас объединяет все-таки вашу пару то, что вы вместе завязаны обязательствами. Вам просто приходится у них быть уже в этих обязательствах. Эти обязательства сейчас никак не развяжутся. Просто вот вы как попали, да, как в ловушку, что называется, этих отношений, этих обязательств. Вы их пока не закончите, не сможете начать что-то другое. И действительно, тут еще преодоление трудностей идет. По преодолению трудностей можно сказать, что вы на самом деле-то именно из-за этого, да, пытаетесь развязаться с этими трудностями. Пытаетесь по-другому решить эти вопросы. Именно поэтому, да, это вас и объединяет, да, с одной стороны трудности, а с другой стороны вы же уже все равно в одной связке. Вам же все равно идти вместе, вести все это далеко. Тут же брак это о партнерстве. Да, трудности всегда будут. Брак в партнерстве. Да, вы уже себя связали обязательствами. Собственно, есть, конечно же, два варианта. Или развод. Или дальше везем все на себе. Вопрос, конечно же, выбора, вопрос к вам. И давайте посмотрим, что принесет все-таки развод. Тут, конечно, идет карта гордыни и высокомерии. Идет тот момент, что развод не только разобщенность принесет, но и один человек ставит себя выше другого. Один человек избавляется от этих проблем. И, естественно, он такой весь на коне, весь такой в плаще и латах, а другой, ну, будет в униженном состоянии, да, довольно много эгоизма и эгоцентризма. Вот это вот все твое, что называется, один человек оставляет, выбрасывает и говорит, сам разбирайся или, ну, вот, или сама разбирайся. Я тебе это оставляю, все, я пошел или пошла, я свободен, да, смотря кто, кверент у нас, кто смотрит меня, мужчина или женщина. Конечно же, будет этот момент, что, ну, что это такое, ну, как так можно, да, вот, один будет такой весь великолепный, в сверкающих латах, что он все сделает. Ну, таким образом и от проблем избавится. А на другого человека, на вторую вашу, вот, половинку, на партнера лягут обязательства по поводу того, что же вы еще не выполнили, да, мало того, что этот человек вместе с вами, да, в команде все вез или везла, да, вместе вы это как-то вывозили, как-то справлялись, как-то цели строили, как-то чего-то добивались, а теперь все это возлагается только на одного человека, по факту. И что получите, если станете разводиться? Смотрим. Только власть вас сможет разъединить, только властные структуры. Что вы получите? Вы получите официальность, да, официальный развод, получите точные и четкие предписания, кому что и как надо делать. Потому что вы не сможете, да, так договориться, кому что достанется. Очень много обиды пойдет. Ах ты мне вот это, тогда я тебе вот это. Конечно же, только вышестоящие структуры, такие как судебные органы, смогут вас развести, да. Естественно, вы не получите благоприятного общения. Вы получите общение через суд, через адвокатов, через государственные органы, что, собственно, тоже неприятно. И все это сольется в единую обиду, все это сольется в разрубание, да, меча власти ваших отношений. Между вами будет стоять этот меч. И только так вы сможете развестись и, естественно, никаких более-менее мягких и хороших отношений быть не может. Только вышестоящие структуры могут вами управлять, что довольно-таки, да, обидно, потому что вы могли бы и сами об этом договориться. На том, как вести или не вести, вывозить это, не вывозить, что оставлять. Ну вот, видимо, потому что кто-то один хочет развода, а кто-то другой нет, кто-то в эгоизме находится. Поэтому, ну, только власть, да. Хорошо это или плохо. Конечно же, это индивидуально у каждого свои моменты, свой расклад, потому что это может быть хорошо, потому что раз по-другому никак не решается этот вопрос. И хотя бы власть вам тут поможет, а может быть плохо в том плане, что отношений хороших уже не будет. Будет какое-то общение, но таких приятных, более-менее каких-то разговоров, хотя бы просто в общении, тем более, когда есть дети в отношениях, быть уже не может. Уже довольно-таки отдаленные, отстраненные люди становятся друг другу чужими. Давай посмотрим, и какие отношения же у вас после развода будут денежные. Отношения после развода будут денежные. Только о деньгах. Тут, конечно же, если вовлечены дети, это алименты, если вовлечено раздел имущества, то, конечно же, это раздел имущества. И, конечно же, ты мне должен или ты мне должна столько-то, столько-то. Это все равно будут разговоры и денежные отношения. И я бы сказала, эти деньги все равно не решат те проблемы, которые были у вас в семье и которые после развода остались. И давайте посмотрим совет карт, заключение, да, совет карт. Что-то надо все-таки решить, да, по поводу примирения, примирительных, хороших отношений. Совет карт вам говорит, что с одной стороны это подарок судьбы такой, что может быть оно вам и не надо, действительно вы разведетесь и все, отпустите. А с другой стороны, если все-таки не хотите разводиться, подумайте как следует, потому что вы можете сами повлиять и каким-то хорошим поступком для своего партнера, что-то привнеся в отношения, что-то ему подарить, где-то пойти навстречу, куда-то вместе сходить. Вы можете трудности эти как-то сгладить. Гора, если большая, да, большой переход, большой перевал, это воспринимается как большие, огромные трудности, а они могут показаться маленьким холмиком. То есть тоже от вас зависит. Тут такой двоякий, да, совет, потому что, с одной стороны, все-таки при разводе, разведясь, да, вы добьетесь цели результата и отпустите это все. Для вас это будет подарок судьбы. А с другой стороны, если все-таки не разводиться не хотите, то идите в отношения, что-то вкладывайте, что-то дарите, туда что-то привносите, встречайтесь, общайтесь, договаривайтесь в конце концов, и уже эти проблемы не будут казаться вам такими страшными, такими серьезными и такими жесткими, возможно. Да, это у нас был вариант один, стоит ли разводиться в 40 полной луны. Сейчас перейдем ко второму варианту. Второй вариант. Это у нас второй безумной луны. Посмотрим, посмотрим уже на этом примере, стоит ли разводиться, да. Точно так же, кто выбрал вариант номер два, сосредоточьтесь. Настроен ли коверент, конечно же, на развод? Смотрим. Есть, конечно же, момент настроенности, потому что есть момент безответственности, скажем так. Но если настроен и настроен, ну я, значит, ты пошел дальше, да. Иду дальше, мне ничего не интересно, серьезности нет, ответственности нет, есть импульсивные поведения, безответственные поведения, или меня куда-то ведут, я иду на поводке, и поэтому на поводке этих отношений я так поступаю. Это может касаться как квирента, кто спрашивает, кто сейчас смотрит, также и партнера, потому что это обязательно идет отзеркаливание друг друга в отношениях. Где-то кто-то безответственный в этом месте, а другой партнер безответственный, возможно, в другом месте. И поэтому давайте посмотрим, настроен ли на развод партнер или партнерша. Настроена на развод, хочет выяснение отношений, может быть так в некотором роде в общественных местах, потому что именно люди со стороны, которые видят вашу пару, ваше партнерство, ваше семейное отношение могут повлиять как в лучшую, так и в худшую сторону. Хочется поддержки со стороны партнера или партнерши, потому что один наедине, видимо, тут не может партнер справиться. Может быть, тут есть амьюз, и может быть, выяснение отношений в общественных местах приводит к тому, что человек в обществе ведет себя по-другому, а лично с партнером тоже проявляется совсем по-другому и проявляется, может быть, негативно, а в общественных местах довольно-таки позитивно. И тут, чтобы как-то человек более-менее осознанно понимал, как он будет себя вести, что он будет делать, как он будет проявляться, чтобы человек сам осознавал, как же он себя ведет, и чтобы он понимал, стоит ли разводиться или нет. Тут вот общество начинает вмешиваться, влияние общественного мнения никто не отменял. Как отреагируют там люди, родные, родственники и вообще все, кто нас окружает, все те, кто нас окружает, как они на это отреагируют. И, конечно же, в этом случае выяснение с общественным мнением приводит к некоторой такой манипуляции, подергиванию ниточек тоже со стороны. Вот это так сказал, вот это так сказал человек при выяснении в обществе, когда вносит свои отношения на суд общественного мнения, может пользоваться этим. С одной стороны, может к советам прислушиваться, советами пользоваться, а с другой стороны, другой человек тоже может этими советами манипулировать. Тут такой момент тоже интересный, да, манипуляция идет посредством общественного мнения. И давайте посмотрим, что же разъединяет вас. По идее, у вас партнерские отношения должны объединять, но они вас и разъединяют. Разъединяют то, что вы разного хотели и получили те результаты, которые у вас есть. Разочарован в этих результатах не то, что вы хотели, получили. То есть не оправдали ожидания, да, какие-то отношения. Тогда что же объединяет? Риск. Может быть где-то неоправданный, но вы все-таки пошли в эти отношения. Рискнули, объединились, соединились. Решили, что это стоит того. И это был рискующий момент. Вы оба знали, на что шли. Оба партнера знали, на что шли. Именно поэтому такие соединительные, объединительные позиции, видимо, в этом раскладе. Расклад общий, да, у кого как может проиграться по-разному. Риск, он может проявляться во всем. Как мы будем вместе, как мы будем в отношениях, как мы будем без этих отношений. Ну, у кого как проявляется, да. Довольно-таки может быть легкомысленно, может быть свободные отношения, да. В этих свободных отношениях, если нет никаких серьезных обязательств, конечно, все это теряется. Поэтому тут риски могут быть еще связаны с тем, что кто-то один все-таки шел на измену, да. Это для него был такой азарт, и человеку это нравилось. И поэтому, конечно же, то, что вас объединяет, оно может и разъединять из-за того, что все-таки есть недоверие, все-таки или слишком свободные отношения. Из-за того, что в отношениях нет четкости, ясности. Если они слишком свободные и слишком легкомысленные, кто и как за что отвечает, тоже этого нет. И, конечно же, можно многого себе напозволять в отношениях. И человек, который находится в таких отношениях, может себе позволить больше, нежели если бы он находился в более ответственных отношениях. Может быть, конечно, в более жестких, и тем не менее не позволял бы себе ни тверент, ни партнер, да, таких поведений. И давай посмотрим, что принесет развод. Ввиду того, что отношения свободные, развод, в принципе, принесет каждому свои результаты. Развод принесет, в принципе, благоприятные какие-то моменты, но и общение тоже пока не совсем уже разобщенное. Ввиду того, что все свободно, ну и огорчений сильных и серьезных не принесет. И что получите, если станете разводиться? Ввиду того, что это риск и азартная игра в этом раскладе в отношениях, получите вы, конечно же, все равно момент партнерства. Если брак тут был, то брак, возможно, был такой тоже рискующий, да, на грани фола игра, то, конечно же, что вы тут можете получить? Интриги, и все равно какие-то чувства будете возобновлять, потому что, в принципе, отношения-то свободные. Ну и развелись, и развелись. Не получили ничего страшного. То, что нас объединяет, то и разъединяет. Что получим, да, какие-то новые чувства и ощущения, потому что партнеры такие рискующие. И какие станут отношения после развода? Конечно же, официальная часть повлияет на вас. Можно уйти в отшеленьки, и чтобы просто не отхватить негативных моментов, лучше от них, от самих отказаться, чтобы не получить негативных никаких воздействий. Да, с одной стороны, партнерство и общение это будет, а с другой стороны, обиды, да, она есть. Потому что это же все официально, да, вы там находились в браке, хоть и с риском, хоть и с игрой, но предательство же чувствуется. Развод и обиды чувствуются. Особенно если человек, который хочет развода ведомый, его вот так вот ведут на поводке, на ниточке, он сам не понимает, чего делает. Конечно же, сексуальная связь может остаться. Партнер не готов отпустить того человека, кто хочет развестись. Поэтому, именно поэтому вторая половина, да, делает запрос на суд общественного мнения. Именно поэтому. И давайте посмотрим. совет карт. Совет карт по поводу этого всего. Рубиться вы, конечно, будете, да. Я, так как разобщенность пошла, пошел этот бракоразводный процесс, и пошел этот процесс негатива, просто не видя, да, что под ногами, не видя, что перед собой человек, как танк пойдет, попрет и просто разрушит все то, что нас создавали. Это может быть и партнер, может быть и сам квирент пойдет на такие поступки, и, конечно же, в этом случае держать себя в руках, не выходить из себя, быть в осознанности, осознавать, что вы делаете, осознавать, что вы творите и что вы можете натворить в результате этого всего. Потому что танк остановить трудно. Это прямо-таки, да, война. Танк остановить трудно. Конечно же, если процесс запущен, вначале еще там худо-бедно какие-то могут быть отношения, да, после развода, но потом все, очень много обид. Забрало-упало, взрыв на макаронной фабрике произошел, танк поехал, все. И этот танк может отрубить даже последние более-менее хорошие отношения в паре. Просто хотя бы для общения. Это вот у нас был сейчас второй расклад на Таро Безумной Луны, вторая колода. И давайте посмотрим третью колоду по разводу. Это у нас будет колесо года. Вариант номер три. Кто выбрал вариант номер три? Сосредоточьтесь. Давайте посмотрим, что у нас на третьем варианте ждет по поводу расклада, стоит ли разводиться. Посмотрим, настроен ли на развод кверент. Смотрим, настроен ли не настроен кверент на развод. Ищет помощь, поддержки тут, возможно, у более старшего поколения. Ищет моменты традиционности, потому что тут, возможно, кверент выходила замуж или женился человек на всю жизнь. Выбрал этого человека и не хочет развода. Обращается за помощью, за поддержкой каким-то традиционным институтам, возможно, религиозным, возможно, семейным. Как к ячейке общества обращается. Хочет, ждет поддержки. Отпускать это все не хочется, потому что одному тоже не хочется оставаться. или одной. Смотря кто меня смотрит. И давайте посмотрим на партнера. Настроен ли партнер на развод. Партнер, на самом деле, тоже не настроен на развод. Я бы так сказала, сейчас ваша пара проходит такой урок. Он может быть кармическим, может быть уроком вообще для вашей пары, чтобы вы это выдержали и пошли дальше. То, что сейчас в паре происходит, это разобщенность, просто потому что вы психически, психологически, эмоционально не выдерживаете, что происходит в ваших отношениях. по идее, можно было бы, конечно, и к семейному психологу обратиться, но каждый сам в себе переживает свои моменты. Один человек просит помощи, поддержки, возможно, у вышестоящих, каких-то там родственников, семейного института. другой человек предпочитает уходить в работу и не обращать внимания на такие сложности. Это ему помогает выдерживать уровень, красиво выглядеть, что все там в семье хорошо, помогает абстрагироваться, отпускать эти все ситуации, которые происходят в семье, помогает отпускать сложности в семье и переключаться на работу, и помогает легче переносить этот кармический урок в семейных отношениях. И давай посмотрим, что же разъединяет пару. Токсичные отношения, недопонимание на уровне общения. Хотели-то тоже тут разного. И я бы даже сказала, если уже один из партнеров чувствует, что даже общаться становится плохо и уже начинается тошнотворный привкус во рту, даже после общения. Это уже болезненное состояние. Это уже говорит о том, что это токсичные натянутые отношения, невозможность просто дальше общаться. Мы живем вместе постольку, поскольку, ну потому что надо, и мы уже, ну вот просто, нам в одной сцепке живем, семью тут везем, мы тут вот, ну как есть, но мы перестали друг друга понимать. Один другому человек уже не говорит, что мне не нравится, когда ты так говоришь. Просто уже один терпит, другой болеет, не могут меняться местами. А когда другой болеет, естественно, это все переходит в психосоматику, психосоматика переходит на физическое состояние. И когда тут уже человек, или партнер, да, или квирент, как только начинает заболевать, другой начинает о нем заботиться, конечно же, это приводит к тому, что, ага, вот она забота, вот она любовь, и только болея я смогу получить эту любовь. Конечно же, это все выросло из токсичных отношений, именно поэтому это все разъединяет сейчас у нас в отношениях. И давай посмотрим, что же тогда объединяет ваши отношения. Результаты. Результаты, которые создала ваша семья, они могут быть денежные, они могут быть отражены в детях, да, смотря какая семья, какая пара, какие партнеры. Конечно же, это семья полная чаша, конечно же, это благооденствие, да, и выглядит все это хорошо. Все это очень красиво выглядит, за исключением того, что никто не знает, как плохо человеку становится вот здесь, когда просто не могут люди друг с другом общаться. Как плохо становится в чакре Вишутха с этими разговорами внутренними нехорошими, как плохо, когда ты слышишь что-то плохое, негативное, тебе просто даже не хочется это слушать. Вот это обращение, конечно же, или к партнеру, да, или к веренту, да, задумайтесь о том, что вы говорите, приятно ли это слушать партнеру, не тошнит ли от этих слов партнера в этих токсичных состояниях, и посмотрите, конечно же, друг на друга, кто из вас болеет, кто из вас любви хочет больше, или вы оба болеете, не игра такая, друг от друга внимания просите, причем хорошего, да, а не негативного внимания. Поэтому объединяют, конечно же, результаты. Тут объединяют результаты. и что принесет вам развод. Выполнение обязательств принесет развод. Состояние извне, скажем так, да, тоже тут власть, да, вас сможет разрубить, и авторитарный режим, вот так и должно быть. Так как это обращение, все-таки традиционные отношения, и люди более опытные, то ли взрослые, то ли мудрые, да, вот так поступают. Если уж обращаться за помощью кому-то, то к традиционным семейным институтам, и если уж развод, то, конечно же, это могут быть и судебные дела, и четкие жесткие основания именно по закону, именно по книге закона. Причем тут я смотрю и по божественному закону, да, и по закону жизни, справедливости, так и по закону государственному. И что получите, если станете разводиться? Давайте посмотрим. У каждого свои результаты будут после того, как вы разведете, да, что получите. Так как тут смотрю, да, по благосостоянию семья не бедная, каждый получит свои результаты, свои деньги, свои блага, свои плоды. Тот, кто чего-то добился, тот свое и получит, собственно, да. Тут хотя бы в получении всего этого нету противоречий. И какие станут отношения после развода? Тут, конечно, если замешаны дети, да, то это алименты отношений после развода. Папа выходного дня, который мало уделял, во время и внимание, станет отдаленным, да, и будет приходить, да, давать какие-то вознаграждения. Если детей нету в вашей паре, в ваших отношениях, то это денежные, да, какие-то отношения, потому что тут могут быть, если дети, и алименты, и редкое внимание со стороны отца, но оно все-таки есть, и оно будет, и отец тут до конца не бросит детям, будет помогать. Ну и отношения, конечно же, через детей. Если детей нету, то это тоже какие-то денежно-раздельные моменты, которые, ну, женщине, да, дадут какой-то старт жить дальше в денежных состояниях, потому что, конечно же, деньги при разводе будут играть свою роль, будут играть роль разводящего, да, по обязательствам, по закону. Сколько надо денег, то туда, сколько надо алиментов, то туда. Мечом указывает куда, кому и как, сколько, каких элементов, детям, не детям. Ну вот тут расклад общий, да, выходит через детей обязательства. Видимо, вот сейчас этот расклад выбрали те, у кого дети в отношениях, в семье уже есть. И давайте посмотрим совет карт по поводу этого развода. Задумайтесь как следует, чего действительно хотите, потому что вы понимаете, что вы получите, но семью на семью менять, время терять и женщину на женщину менять, и мужчину на мужчину менять хлопоты большие, а счастливее вы от этого не станете. А с другим партнером может быть то же самое, потому что это кармические отношения, могут быть и токсичные отношения, и непринятие, и недопонимание. Все это в вашей жизни может быть и там, и в другом месте. Это не значит, что вы будете счастливы. Просто подумайте, какие у вас планы на жизнь. С этим ли человеком, не с этим ли человеком, какие вы хотите результаты, каких результатов хотите добиться, потому что есть вероятность, что, скорее всего, вы с этим человеком дальше чего-то добьетесь, а возможно, вам просто не по пути, да, из-за токсичных отношений вы недопонимаете друг друга, и сейчас вы не будете тратить энергию на токсичные отношения, а пустите эту энергию на создание каких-то своих планов и результатов, и эта энергия вам пригодится, вы ее перенаправите из отношений для своих результатов. Будут, конечно, какие-то хлопоты, но это только ваши планы, потому что, я тут смотрю, уже приоритет семьи теряется. Тут уже приобретается приоритет своего внутреннего состояния, своих мыслей, своих целеполаганий, своего саморазвития. Тут вроде как действительно каждому по факту нужен человек, но бывает так, что одиноким лучше всех слова из песенки. Может быть, оно так и будет проявляться, потому что там со стороны уже, если детки особенно подросли, отец будет помогать, детки уже более-менее взрослые, и тут уже, если дело касается что мужчины, что женщины, каждый идет своей дорогой, своим путем. Ставь лайк, обязательно подписывайся, чтобы меня не потерять. В комментариях пиши, какой расклад ты выбрал или выбрала, что тебе понравилось, что и как у тебя проигрывается, и что и как проигралось в моем раскладе. Если тебе нужны личные расклады, все ссылки на личные расклады и на соцсети, у меня в описании канала все есть. и буду рада, конечно же, и благодарна за поддержку канала. Люблю, обнимаю, желаю всем хороших отношений. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова